Давайте обсудим у кого какие идеи для реализации данного задания. Сколько классов, сколько методов. Подробненькую архитектуру. То есть у нас будет один класс с мейном для того, чтобы проверить работоспособность выполненных заданий. Второй класс у нас будет потомок среда, в котором мы с вами переопределим метод run и реализуем там логику вывода через каждые 5 секунд названия класса. Так, 5 секунд через каждые полсекунду. То есть 10 выводов. Да, можно ту же задачу, ту же самую задачу. Ту же задачу можно сделать и через лямбду и через анонимный класс. Ну тут просят именно как отдельный класс. Поэтому давайте сделаем отдельный класс и ту же самую задачу реализуем при помощи реализации интерфейса runAble. Потом в мейне создание среда, которому в качестве аргумента даем runAble и запуск. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Но... Да нет... Да нет... Тут по поводу 5 секунд и по поводу задержки. Можно явно вране написать 10 раз и все. Можно написать 5 секунд засечь время и пока не прошли 5 секунд работать. Да. то есть мы вранье стартуем смотрим current millisecond а потом после каждого вывода смотрим сколько сейчас миллисекунд и проверяем не пора ли остановиться чтобы работать 5 секунд один вариант можно если хочется что-то кастомное то есть не 5 секунд а заданное количество секунд а можно взять 5 секунд разделить на полсекунды получить количество итераций цикла и работать чтобы с временем не заморачиваться прерывание это не механизм реализации зачастую какого-то бизнес логики бизнес логику на прерывании выполнения потока вот именно так явно строить как бы не очень хорошо когда мы основную задачу реализуем на прерывании это более внештатная ситуация когда поток почему-то там себя неправильно повел все, выключили его или хватит ему работать он решил свою задачу выключим его это как бы такое больше механизм сказать кому-то хватит а не нахватит построить основную бизнес логику идеологически правильнее и понятнее сделать либо же контроль времени либо расчет итераций по времени и просто по циклу ходим можно взять в конструктор передать время работы в конструктор среду нашему передать интервал и потом работать с учетом вот этих заданных критериев не хардкодом забивать 5 секунд и полсекунд как бы сделать такой вывод выводильщик с заданными параметрами сколько работать с каким интервалом передаем через конструктор потому что метод run без аргументов ему ничего передать не может понятно дальше класс my shader пр하러 а м я в в в в в в в в смотрите тут тонкость у нас есть my shadler у него есть метод который в качестве аргумента получает мапу а у мапы интервалы через которые выводить это будет ключ или value ключ value сообщение и нам сказано что например с каждым интервалом времени выводить какое-то сообщение у нас будет один сред или много но для каждого времени свой сред ну у меня мапа в которой ключ 5 секунд 2 секунды 1 секунду я беру сред 5 то есть я беру key 5 усыпаю на 5 секунд и через 5 секунд вывожу месседж но мне надо другой месседж было выводить каждую секунду идея какая какой-то месседж выводится раз в 5 секунд какой-то раз в секунду какой-то раз в 2 секунды и выводить соответствующее сообщение на экран через заданные интервалы времени то есть какое-то сообщение вы вылазит каждые 5 секунд какое-то сообщение вылазит каждые 2 секунды какое-то сообщение вылазит каждую секунду и одним средом это не обработаю а мы одновременно мы должны обрабатывать все ключи да то есть мы в цикле проходим по мапе и для каждого кей я порождаем поток выводящий в элью на экран лям до подойдет анонимный класс подойдет ну тут ничего не сказано про длину сколько раз вы выводите у нас в первом задании четко сказано 5 секунд или 10 секунд а здесь сказано запустили и забыли может быть что выводите вы можете сделать демоном ну чтоб когда приложение закончить свою работу эти тоже заткнулись грубо говоря вы можете какой-то таймаут поставить что сразу не закрыли ну просто но это уже как бы тонкость можно выход сделать и экзит из приложений можно прервать среды но тогда в средах надо предусмотреть а там слипы ничего предусматривать не надо то есть мы наши среды при желании можем все прервать потому что в каждом из наших средов будет слип опять же вариантов но то есть можно сделать демонами и тогда мы им поток не должен завершиться а там спать или что-то делать пока он спит или что-то делать будут работать эти демоны и выводить нам на экран наши мессенджи можно их сделать обычными потоками если захочется прервать прервать их через interrupted ну через interrupt потому что в каждом из этих потоков будет слип который прервется по interrupt выход из этой ситуации разный ну так у нас потоки должны быть демонами и 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 так у нас потоки должны быть демонами а не сам май шедовард демон может быть вообще не потоком просто класс вариантов много то есть мы парочку озвучили а там окей дальше 3 а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы этот метод вызываем при запуске потока. То есть мы этот метод можем вызвать... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну да, создать поток... Продолжение следует... Вот, смотрите, у нас этот метод... То есть у нас есть... Какой-нибудь там... Directory Utils... Да, ну... Или... По работе с файлами... Как правильно утилитуп назвать... Ну, класс не findFiles... Это метод... А у нас... Как файловый менеджер... Файл менеджер Utils... Там будет метод findFile... Метод получает в качестве аргумента... Это... Каталог... Название... Части файла... И... Файл для лога... Внутри себя... Он... Запускает... Поток... Он проверяет, что то, что ему пришло... Директория... Если это... Директория... Запускает... Себя... Рекурсивно... Ну... Он... Вернее... Не запускает... Он вызывает себя... Рекурсивно... В отдельном потоке... Если это файл... Анализирует его имя... Если там это... Если подходит... Запуск... Ну... Пишет в лог... То есть мы рекурсивно... Этот метод запускаем в новом потоке... Ну... Идея как... Например... Этот статический метод... Вызываем из мейна... Метод в качестве аргумента получает путь... Мы смотрим... Это файл... Если файл... Проверяем его имя... Если имя содержит... Кусок... Переданный в качестве аргумента... Пишем в лог... И берем следующий файл... В этой папке... Если... Нам попадается не файл... А папка... Мы этот метод запускаем... В новом потоке... С этой... Папкой... Чтобы его было проще вызвать... То есть вы просто в мейне пишите... Метод найти... Все... Вы в мейне не создаете потоков... То есть вы в мейне... Вызываете метод для поиска... Для заполнения лога... А внутри метода уже генерятся потоки... А вам не надо конструктор... Вы просто вызвали метод... И говорит... Найди... Заполни мне лог... Говорит... Окей... Но... Задача он вам... Вашу делает многопоточная... И вы как бы даже... Как пользователь этого метода... Не в курсе... Где там... Какие потоки... Чего... А если вы сразу начнете... Как бы... Потоки генерить... Ну... Использовать этот метод... Будет сложней... Каждый раз... Вы должны... Какие-то потоки... Создавать... Ну... То есть... Я как бы... Свое видение сказал... В принципе... Опять же... Вариантов решения много... Мне кажется... Проще всего сделать... Статический метод... Который... Получит... Три аргумента... Один из аргументов... Проверит... На то... Что это... Получит... Он получит... В качестве аргумента... Директорию... Достанет оттуда... Все файлы... Пройдется... В цикле... По файлам... Если это файл... Проанализирует... Его название... Если попадет... Пишет влог... Если... Это... Папка... Для этой папки... Этот же метод... Вызывается рекурсивно... В новом потоке... То есть... Вам не надо... Ран... Как-то там... Реализовывать... Вы просто говорите... Ран... Вызов... Этого метода... Все... У вас... Реализация рана... Это вызов... Этого же метода... С... Указанными аргументами... У вас... Лямбда... Выражение... Будет одна строчка... То есть... Вы не заморачиваетесь... Каким-то раном... Трое сложным... Реализацией... Выберете метод... Пишите метод... Как бы... Для однопоточного... Поиска файла... Но... Как только... Вы... В листе этих файлов... Встречаете... Папку... Для этой папки... Этот метод... Вызываете... В новом потоке... И все... И даете ей... Ссылку... На эту папку... Ссылку... На файл... Который... Был раньше... Ссылку... На ключ... Имени... Который... Был раньше... Она... У вас... Очень короткая... Будет реализация... То есть... Многопоточности... У вас будет... Это одна строчка... Смотри... Текстовый файл... Куда пишутся... Пути к файлу... В котором... Кусок имени... Совпал... С ключом... Который пришел... В качестве аргумента... Метод... То есть... У вас... Если вы начнете... Делать раны... То... Вам потом... Надо думать... Блин... А когда его запустить... А как... 1... Ран... 2... Объекты... То есть... Будет... Больше логики... Которую вам надо... В голове держать... А так... Новый поток... Выполни метод... Новый поток... Выполни метод... Новый поток... Выполни метод... Поток метод выполнил... Все... Он закончился... А запись файл... Проблем... С синхронизацией не будет... У вас... Метод... Райт... Синхронизацией... Синхронизацией... По идее... Ну... Заодно... Проверите... Только... Пишите тогда... Одним куском... В райт... И целую строку... Если вы начнете... Байтовым потоком... По символам... Писать... Могут быть чудеса... Окей... Четвертое задание... То же самое... Что третье... Но идея похожая... Файлы копируем... В одном потоке... В директории... В новом... То есть... Метод... Который получает... Исходную папку... Ну... Папку source... Папку destination... Мы... В папке... Диспсорс... Получаем... Лист файлов... Файлы копируем... В этом методе... Если видим... Что это... Фолдер... Для фолдера... Вызываем... Наш же метод... В новом потоке... Рекурсивно... Метод в новом потоке... Все... Ну... Идея как в третьем... Только для... Копирования файлов... А не для поиска имени... Я думаю... Вряд ли... Можно так тонко... Настраивать... Ну... Скажем так... Если сильно хочется... То я думаю... Что... Какие-то методы... Общения с операционной системой... Назначения... Ядер... Для исполнения потоков... Есть... Но... Скорее всего... Это реализовано... При помощи каких-то... Третьих сторонних библиотек... С какими-то... Нативными реализациями... Третьих сторонних библиотек... А зачем? Назначения... Ядрам... Потоков... Выполнения... Ну... Это редко, потому что тут проще сделать плохо, чем хорошо. То есть, слишком это уже тонкие настройки. Причем, у вас могут быть разные яд. То есть, у вас приложение становится уже зависимым от архитектуры, что не есть хорошо. То есть, вы взяли сервер с большим количеством процессоров, и вам надо как-то уже что-то в вашем коде оптимизировать. Тут еще другая проблема, что вот такие тонкие настройки требуют большого человеческого ресурса. Проще купить 10 новых железяк, чем настроить софтину на оптимальную работу на 10 других. Сейчас железо дешевле разработчиков. Понятно, что делать. Ну, вы начинаете. Я как бы так обрисовал, что делать. Ну, понятно, что надо будет многое подумать самому еще. Есть еще вопросы? Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, если вопросов нет, я тогда запись останавливаю.